...округлым столом людей, которые работают над экологической составляющей не только Мелитополя, но и Мелитопольского района. Все уже знают, что у нас сделано несколько шагов, скажем так, в улучшении экологической составляющей Мелитополя, Мелитопольского района. У нас был проведен форум под эгидой Сергея Натальевича Менько, где мы ключевое направление выделили обязательное улучшение этой составляющей в нашем регионе. Все знают, что после объединения Мелитополя новые территориальные громады как района, у нас уже входят три территориальные громады, где есть выход на Азовский берег, у нас есть Лиман. И на сегодняшний день для нас очень важно развивать эту тему по всей Украине, для того, чтобы туристы задержали туристов, чтобы туристы приезжали к нам. И мы понимаем, в каком состоянии сейчас экологическая составляющая, ну как всеукраинская составляющая, но и для нас большая задача, конечно, ее обучить. В нескольких проектах мы работаем. Я знаю, что уже была создана Координационная Рада, которая также работает в этом направлении. Сегодня у нас с нашим круговым столом присутствуют наукно-уковцы, которые работают тоже в Мелитополе над этой проблемой. Это и таблический, и педагогический университет представителей, и педагогический университет. И с нами в этом направлении работают два проекта. Это фонд Едриха Наумана и проект GIZ. Хочу напомнить, что по проекту GIZ мы будем писать концепцию интегрованного развитка Мелитополя, который будет поделен на 11 секторов. Один из секторов – это улучшение экологической составляющей города Мелитополя и Мелитопольского района. Мы уже давно говорим о том, что Мелитополь не может самостоятельно развиваться без прилегающих территорий. Поэтому, конечно, экология – это один из важных секторов, который нам нужно понимать, как мы будем его улучшать. Сегодня у нас присутствует Александр Голубцов, который является экспертом в направлении GIZ.